всем привет мои дорогие подписчики а также гости нашего канала и так хочу вам показать то что я купила приблизительно месяц назад купила я это конечно же сразу сразу говорю в кредит по-другому и никак потому что иначе надо было откладывать денежку лет так 10 потому что кофемашина не дешевая для нашей семьи она точно не дешевая и так об этой кофемашине я давно мечтала изначально я думала про него ну но потом 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 перешла на юру почему потому что отзывы про юру намного лучше она более популярная машин так сегодня я хочу вам показать как делается кофе распаковку и все остальное я хотела вам показать с другой стороны подумала зачем это всего на ю тубе очень много и смотреть как кто-то достает из коробки что-то ну я не думаю что это всем так прямо интересно вот если кому-то интересно могут поискать в ю тубе посмотрите распаковки так как у меня перед предыдущие видео не получились я снимаю сегодня уже спустя месяц использование кофемашины расскажу плюсы и минусы которые я для себя подчеркнула не могу скажу для всех прям ну вот именно то что у меня обзор конечно же такой мой домашних так скажем условиях это не не реклама ничего это просто показывает то о чем я давно мечтала и и делюсь своим мнением вот это не профессиональный обзор никакой так что не судим строго да и так сейчас я подключу кофемашину я немножко извиняюсь у меня голос наверное немножко изменился потому что я заболела вместе с детьми сейчас на больничном дети сейчас пока спят я могу снять видео и так вот предлагает промывку фильтра недавно я поставила новый фильтр это второй фильтр за вот этот месяц почему потому что воду наливала из-под крана что конечно же не хорошо я знаю что это не хорошо но у меня не было вариантов кофе хочется же пить фильтра другого не было чтобы тещать воду из под краном вот и в итоге там наливала оттуда вам это специальный контейнер куда я ставлю все чистится молоко последнего у нас молоко за поедем завтра за продуктами так происходит промывка кофемашина вот сейчас вот здесь вот промывается и так каждый раз каждый раз прочищает когда включается и каждый раз при выключении тоже и так первая страница все с молочным что связано следующее видите фильтр синий это потому что я новый поставила а так он был красный когда совсем глобальная очистка вот эти вот красные капельки тогда чистить надо итак так как у меня нету bluetooth а я нажимаю на экраны bluetooth надо отдельно покупать он стоит около 50 евро так здесь у нас идет эспрессо кофе растрето и горячая вода ну и сами видите вода даже для зеленого чая есть ну да ладно попробуем сейчас с вами сделать мои любимые напитки конечно же мы ставлю трубочку ставим для латте я немножечко настройки изменю потому что это под себя подстраивала но у меня кружка вот эта маловато именно для латте так нажимаем моя любимая латте у меня молока мало поэтому держу так так показываю так количество молока меньше пауза 30 секунд немножечко надо подождать кофе можно во время процесса сделать например 65 или сколько вам нужно и вот смотрим на латте очень красиво получается вот за много немножко также говорит пожалуйста вот и готовы дальше я буду делать капутино наверно тоже в эту кружку наверно тоже в эту кружку нагревается молоко и и и и и и и и но похоже на латте но немножечко отличается Готово. Я надеюсь, что у меня хватит молока. Дальше мы делаем, я возьму тоже большую кружку и так следующее мы делаем flat white. Запах кофе очень приятный. Он конечно очень отличается от кофе в кружке, очень отличается. Это у нас белая кофе, кофе с молоком. Я показываю вам процесс, чтобы вам было понятно, как вообще это происходит для тех людей, у кого нет кофемашины и они хотят приобрести. Итак, белая кофе готов. Молоко я даже не знаю, может быть и не хватит молока, потом попробую сделать. Сейчас вам сделаем макиято, сделаем вам макиято, оно тоже идет с молоком. Можно опустить, но нужно работать неудобно. Количество молока в 8 секунд. Вот молоко теперь я могу опустить. Вот так. Сейчас буду делать кофе 50 миллилитров. Готово. Это у нас простая кофе. Просто макиято. Извиняюсь, что у меня такие кружки разные. Других нету. Дальше. Что у нас тут? Молоко мне сюда попало. Поддом. Вот. Кофе. Такими таблетками. Подсветка тут есть. Так, сейчас я это выкину. Чищу. Сюда немножко кофе, видите, попадает. И вот столько жидкости. Сейчас я это все уберу. Итак, я почистила. Сейчас мы закрываем. Все. Дальше ставлю назад. В принципе, можно сюда поставить, потому что будет капучинатор чистить. Когда у меня все прочистится, я снимаю трубочку и промываю ее под краном. Чтобы она была совсем чистая. Молоко там не застыло. Итак. Можно зажать здесь. Продолжительность 2 минуты. Запустить. Можно опустить. Чтобы не происходит. Не, 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 не. Валерий. А вот как в пациенте. Кофе равен. когда вы включите кофемашину тогда нам будет вот здесь промывать вот эту часть столько жидкости потом выливать надо так сниму промываем здесь еще осталось молоком это все промою под раковиной здесь вот тоже можно почистить это итак я все это помыла вот это и это тоже сняла помыла все закрываем кофемашина выключена вроде как я вам все показала где что как работает возможно я что-то забыла я еще новичок в кофемашине потому могу много что не знать так вот упаковку покажу это сменный фильтр был 2 потому что первый был в подарок бесплатно и вот такие вот напитки это не все напитки сами видели там довольно большое количество и так это у нас латте капучино белое кофе макиято эспрессо просто молоко видите даже я думаю отличается пенка и молоко этим очень нравится такой и просто кофе если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал пишите комментарии что-то дополните что-то может где-то я неправильно сказала в общем пишите и приятного вам вас просмотра и всем пока